Я читаю из Ветхого Завета книгу Исход, 38 главу. И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситтим длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, четырехугольный, вышиною в три локтя. И сделал роги на четырех углах его так, что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника, горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы, все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, род сетки из меди, по окраине его, внизу до половины его. И сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситтим, и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его. И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход с кинии собрания. И сделал двор с полуденной стороны к югу, завесой скрученного весона, длиною во сто локтей. Столбов для них двадцать, и подножий к ним двадцать медных. Крючки у столбов, и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во сто локтей. Столбов для них двадцать, и подножий к ним двадцать медных. Крючки у столбов, и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в пятьдесят локтей. Столбов для них десять, и подножий к ним десять. Крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в пятьдесят локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три. И для другой стороны завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три. Все завесы во все стороны двора из скрученного вессона, а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завесы же для ворот двора узорчатой работы с голубой, пурпуровой и червленой шерстью и из скрученного вессона длиною в двадцать локтей, вышиною в пять локтей по всему протяжению, подобно завесам двора. Из столбов для нее четыре, и подножий к ним четыре медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скини и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скини и откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, веселил сын Урии, сына Ора из колена Иудина. И с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было двадцать девять талантов и семьсот тридцать сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей, сиклей священных. С шестисот трех тысяч пятьсот пятидесяти человек, с каждого поступившего в исчисление от двадцати лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный. Сто талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы, сто подножий из ста талантов по таланту на подножие. А из тысячи семьсот семидесяти пяти сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было семьдесят талантов и две тысячи четыреста сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию и свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Продолжение следует...